Друзья, рад сообщить, что теперь мои книги можно будет читать не только в бумажном виде, но и в электронном эксклюзивно на платформе delip.ru. Приятного чтения! Здравствуйте, уважаемые гости книжного клуба «День», наши зрители в сети интернет. Мы продолжаем наш вновь начавшийся цикл экономических бесед с доктором экономических наук Дмитрием Голубковым. Тема нашей сегодняшней встречи – это инфляция в России и управление рублевыми сбережениями. Ну и начнем, наверное, с АЗОВ. Понятно, что у большинства, я уверен, присутствующих и наших зрителей в целом есть какие-то базовые представления о таком явлении, как инфляция, но, наверное, все-таки дать какие-то более точные, более правильные экономические дефиниции ему будет небесполезно. Здравствуйте, Иван. Да, действительно, я думаю, что данную беседу разумно начать с определения, что такое та самая инфляция, о которой пишут средства массовой информации, о которой не говорит только ленивый. А она действительно существует. Так вот, что такое инфляция? Ну, в обывательском понимании это обесценивание денег. Но что за этим кроется экономически? Кстати, вы совершенно правильно сказали, и это обесценивание денег выражается в росте общего уровня цен в экономике. То есть это вот не такая ситуация, что цены на огурцы выросли, например, потому что урожай огурцов, ну, скажем так, не удался. Или что-то еще подорожало, какие-то отдельные продукты, товары, услуги. Иногда это называют инфляцией. На самом деле это просто, скажем так, движение рыночных цен в каком-то сегменте, конкретном сегменте. Если же цены растут по всей экономике, имеются в виду цены на производимые товары, на производимые услуги и на ресурсы, которые используются при производстве этих самых товаров и услуг. То есть какие ресурсы? Трудовые ресурсы. Цены на них тоже растут. То есть заработная плата, она растет. Вот цены на разного рода полуфабрикаты, на землю, на полезные ископаемые. Вот когда все это вместе растет, это и называется инфляция. И вот здесь возникает вопрос, а с чего бы это вдруг в экономике той или иной страны вдруг мы можем наблюдать вот такой рост общего уровня цены. То есть никаких там отдельных сегментов общего уровня цен. Ну, в принципе, я бы выделил две причины. Первая причина может заключаться в том, что падает реальный валовый внутренний продукт. Ну, то есть реальный физический выпуск. По какой-то причине он сократился. Не такой, как в прошлом году был. В прошлом году был хороший, в этом году он меньше. Шок предложения это называется. По какой причине упал реальный физический выпуск? Отдельный вопрос. Там в 70-е годы, в 1970-е годы, например, был знаменитый арабское нефтяное эмбарго, которое, например, западной экономике негативно повлияло на западной экономике. Там наблюдались негативные процессы в плане реального ВВП. Это вот один из примеров, когда там какой-то ресурс, который используется в производстве, вдруг становится редким. И вот редкость этого ресурса приводит к росту цен на этот ресурс. Ну, и, соответственно, дальше вся экономика с этим не справляется. То есть реальный выпуск может снизиться. И тогда общий уровень цен в экономике поднимется. Но он поднимется и остановится. Потому что не может же там ВВП падать бесконечно. Ну, нет, конечно, мы можем такую ситуацию гипотетически представить. Но в целом реальный выпуск, он более-менее стабилен инертен. Даже если он сходил вниз, что называется, то на определенную ступень. И остановился. Тогда уровень цен в экономике подскочил и тоже остановился. Я думаю, можно сказать так, как бы объединяя экономику с политикой, что если на какой-то территории ВВП падает постоянно на протяжении долгого времени, то, скорее всего, просто сменится, так скажем, та сила, которая администрирует эту территорию, и будет уже более эффективно использовать ее ресурсы. Как минимум сменится та сила, которая администрирует территорию, и просто люди оттуда разъедутся. Потому что кушать-то нечего, а кушать хочется. Такие случаи в мировой экономике довольно редки. Гораздо более распространены случаи другого рода. Это когда реальный физический выпуск более-менее стабилен, и все тут более-менее нормально, но начинает расти денежная масса. Денежная масса в обращении, которая обслуживает экономику. Вот эта кровеносная система экономики, по ней циркулирует кровь. То есть эти самые деньги в обращении, это кровь в экономике. И вот этой крови стало больше по какой-то причине. Денежная масса в обращении увеличилась. И вот здесь как раз произойдет рост общего уровня цен в экономике, та самая инфляция. Но в данном случае этот темп инфляции и вообще величина уровня цен, до которого цены могут подняться, ничем не ограничена. То есть имеется в виду деньги, печатать можно сколько хочешь, по большому счету. Раньше, конечно же, была... Это современная ситуация, то есть это уже пост-ямайская система, когда деньги отвязаны от золота. Это правда. Я как раз хотел на эту тему, собственно, и дать пояснение. Пояснение заключается в том, что к так называемым фиатным деньгам, ну то есть фиатные деньги, это деньги, которые обеспечены чем? Честным словом, правительство или государство, скажем так, той группы, которая администрирует данную территорию. Вот. Деньги обеспечены этим честным словом. Ну, молодцы, конечно, хорошо. Вот их как раз, эти самые фиатные деньги, при прочих равных можно печатать сколько хочешь, вводить в обращение сколько хочешь. До тех пор, пока вам доверяют, что они стоят то, что вы провозглашаете, в общем-то... Да даже если им не очень доверяют, ты просто, так сказать, пишешь на банкноте, что на данной территории средства, а последующий там торговый обмен, это вот данная ассигнация, на которой вот написано, что если ты будешь использовать какое-то другое средство для того, чтобы совершать какие-то экономические сделки, операции, то попадешь под уголовную ответственность. То есть вот... Ну, все-таки, мне кажется, есть нюансы. В наше время есть уже такие вещи, как биткоин, в старое время облакомить корова, которая вполне успешно могла заменять, так скажем, государственные средства расчета в тех ситуациях, когда всем становилось очевидно, что их номинальная стоимость не соответствует реальной ценности. Конечно. Возникал так называемый бартер, ну вот пример с коровой. По сути, это бартер, потому что корова – это не очень удобный, так сказать, вариант денег, ибо она может там заболеть, умереть, вот. Она может растолстеть, может похудеть, то есть коэффициент обмена коровы на другие блага, он постоянно меняется. Ну, вот действительно, до того, как возникли так называемые фиатные деньги, деньги все-таки были каким-то образом привязаны драгметаллом, драгоценным металлом. К золоту, серебру, золотой, стандарт серебряный, стандарт... В общем, драгоценные металлы, в силу того, что они довольно редки, как в земной коре, так и, собственно, добыли их не так уж много, и они по-прежнему достаточно редки в обращении. Соответственно, когда бумажные деньги были привязаны к каким-то драгоценным металлам, естественно, сделать неконтролируемую денежную миссию не представлялось возможным. Потому что если правительство, ну, скажем так, та группа, которая администрирует соответствующую территорию, пообещала и выполняет это обещание, что вот эту бумажную ассигнацию я поменяю на определенное количество грамм серебра, и этот обмен, что называется, свободен, пожалуйста, ты можешь прийти, взять серебро вместо ассигнации. Ну, соответственно, ты не можешь, я имею в виду правительство, в данном случае, выпускать эти ассигнации сколько хочешь, потому что ты нарушишь тем самым, как бы, свое обещание, и здесь-то как раз доверие к правительству может снизиться. Поэтому на довольно длительных временных интервалах, вот, по крайней мере, всю аграрную эпоху, у нас как, аграрная эпоха когда закончилась? Ну, скажем так, 200 лет назад, с началом промышленной революции. Да, с началом английской промышленной революции. Вот 200 лет мы живем, скажем так, в эту промышленную эпоху или индустриальную, послеиндустриальную, как угодно называть можно. До этого была аграрная эпоха. Там в голову особо никому не приходило, что деньги могут быть вот такие 100% фиатные, обеспеченные только, так сказать, хотелось бы сказать, драгоценным словом, честным словом правительством. Ну, что, впрочем, не исключало полностью инфляции. Вот я, как историк, могу вспомнить замечательный, совершенно такой прям хрестоматийный пример инфляции в эпоху меркантилизма, когда Испания первоначально была безумно рада испанской власти, испанская общественность, что они вывозят массово драгметалла из Нового Света. Ну, сперва это было просто, грубо говоря, награбленное золото и серебро, затем это было серебро, организовано добываемое на рудниках потосе серебряных, самых крупных в мире. Но в итоге для Испании это обернулось очень большими проблемами, потому что в ней в 17-м столетии натурально началась очень сильная по тем временам инфляция, да, потому что реальный сектор производства не вырос, а объем средств в обращении возрос, наоборот, очень серьезно. И как раз-таки на исследовании феномена испанской инфляции этого периода времени, ну и как производной от нее, можно даже сказать, общеевропейской инфляции, потому что империя Гаусбургов, она включала в себя не только Испанию, но и там итальянские существенные территории, там, условно говоря, нынешние Нидерланды и страны Бенелюкса, да, на исследование этого феномена сделал свои первые выводы Адам Смит. Совершенно справедливо. Просто в ту эпоху, скажем так, открытие новых серебряных или золотых рудников было редкостью. Вот испанцы переплыли, Атлантический океан оказался там в новом свете, все это есть. И это серебро хлынуло в Европу и вызвало там высокую инфляцию. Да, невозможность сделать по желанию и неограниченно. По желанию и неограниченно все равно нельзя, потому что даже если ты где-то открыл серебряные прииски, это зависит от того, сколько ты там добыл серебра на этих приисках с использованием рабского труда индейцев. Собственно, они это и делали. Ну, как бы вот именно раздолье в плане печатания денег правительство получили только тогда, когда отвязали, скажем так, бумажную денежную единицу от какого-то металлического обеспечения. Пока было металлическое обеспечение, это было нереально. Теперь, ну или даже не теперь, а порядка там ста с небольшим лет назад, когда вот уже начали экспериментировать с, скажем так, фиатными деньгами, все, пожалуйста, сколько хочешь, столько и печатай. В наше время сейчас вообще деньги уже электронные, поэтому их даже и печатать не надо. Что называется, нажал на клавишу, я не знаю, ну там, условно говоря, в Федеральном резерве США сидит человек, нажимает кнопочку, образуется там несколько миллиардов долларов. Интересная профессия. Отличная профессия. Вот интересно, можно ли туда поддать резюме? Я думаю, что конкурс туда был бы очень большой на такую позицию. Ну, как бы возникает вопрос, а, собственно, почему в конечном итоге человечество ушло от металлического обеспечения денег? Все-таки было как-то это более-менее разумно. Ну, люди могли делать накопления. Конечно, люди были очень бедные, там, крестьяне, наверное, вряд ли могли делать большие накопления в силу своей бедности. Ну, там, знать элита в течение многих веков, столетий могла делать накопления, причем надежно. Ну, такой классический образ сундука с золотом, с золотыми монетами, над которыми кто-то так вот склонясь сидит. Да, надежно можно было копить золото, серебро, драгоценные камни, вот, и в сундуке хранить. Попробуйте-ка закопать пачку ассигнаций. А попробуйте закопать, да, или там, представьте себе, кто-то там закопал в 1989 году советские рубли. Ну, и сейчас этот сундук вскрыл. И чего? Много он, этот человек, он или она, так сказать, увидит сбережений в реальном исчислении. Много ли на эти советские рубли сейчас может купить? Или даже на российские рубли, там, я не знаю, начало, середине 90-х, конца 90-х, российские рубли тоже можно сложить в сундук. Ну, те, которые до деноминации, со многими нулями? Да, даже после деноминации. Просто их покупательная способность спустя 20 с лишним лет, конечно же, гораздо меньше, чем покупательная способность их тогда, там, в начале нулевых. То есть, вроде как, когда, получается, человечество ушло от денег, обеспеченных металлами, одни неудобства, казалось бы. Ну, теперь деньги не обеспечены металлами, то есть они легко обесцениваются, их трудно и, в общем-то, довольно бессмысленно копить, что, собственно, заставило-то уйти от металлического обеспечения денег, а заставило от этого уйти та самая промышленная революция, о которой мы с вами упомянули. То есть, начал расти реальный выпуск, реальный физический выпуск, реальный ВВП. Он начал расти сначала в Англии, потом в континентальной Европе, в Соединенных Штатах Америки, там уже потом на рубеже 19-20 веков другие страны, включая Россию, начали предпринимать меры, чтобы догнать прогрессирующий Запад. Что происходит с денежной системой, если у тебя фиксированная сумма денег в обращении, а реальный физический выпуск растет? Реальный физический выпуск растет, а сумма денег в обращении фиксирована. Тогда происходит закономерное падение цен в экономике. То есть, так называемая дефляция. Есть инфляция, это рост общего уровня цены, а есть дефляция, то есть, это снижение общего уровня цен. Казалось бы, здорово, но что, как бы, цены снижают, да? Было время, и цены снижали, как пел высот. Ну, там уже вообще другая, конечно, экономическая система. Цены, действительно, в этом случае цены снижаются. Но что происходит в рыночной, капиталистической экономике в этом случае? Происходит падение цен на конечную продукцию, которую предприятие производит. И при прочих равных у предприятия сокращается норма прибыли на капитал. Нужно, чтобы норма прибыли на капитал не падала, снизить издержки. Ну, то есть, цены на отпускаемую продукцию упали, издержки нужно снизить примерно на такой же процент. Правильно? Как этого добиться? Надо понижать зарплату рабочим. Ну, в идеале, я хотел сказать, повышать производительность труда, но, скорее всего, решением будет другое. Производительность труда, чтобы повысить, нужны масштабные инвестиции в основной капитал, которые дадут отдачу через несколько лет в лучшем случае. Потому что пока там это... Во-первых, сначала нужно, чтобы кто-то сделал открытие, какое-то научное и техническое открытие, чтобы производительность труда повысить. Потом это все реализовать и сделать инвестиции в основной капитал. Через несколько лет это будет работать тогда. В краткосрочном плане, если цены в экономике снижаются и норма прибыли на капитал падает, то надо, чтобы норма прибыли не упала, сокращать зарплату рабочим. А это приведет к чему? Рабочие будут очень недовольны. Поскольку ты можешь сказать, да, смотрите, но и цены на молоко снизились, цены на огурцы снизились. Чего ты вообще бастуешь-то? Но он не поймет, поскольку... А он скажет, что, знаете, вы мне урезаете зарплату сильнее, чем цены-то снизились на ту продукцию, которую я покупаю. И я недоволен. Будут забастовки. В капиталистической экономике, чтобы забастовки подавить, придется вводить полицию, войска. История и континентальной Европы, и Англии, и Соединенных Штатов Америки изобилует этими, так сказать, как сказали бы сейчас, кейсами. Так вот, что придумали? А в современной Азии и Африке мы можем наблюдать их, в общем-то, по сей день. Да, да, да. Ну, слушайте, по большому счету для, скажем так, капиталистов все-таки рабочий – это трудовой ресурс. Рабочие силы, как говорят экономисты, трудовой ресурс. Поэтому мы это можем много где наблюдать. Но что важно? Вот Великая депрессия, помните, такая была в Штатах с 1929 года и вплоть до начала Второй мировой войны. Кстати говоря, Вторая мировая война, она американскую экономику очень в значительной степени вывела из этой самой Великой депрессии. Хотя многие считают, что новый курс Рузвельта помог здесь. Ну, есть определенные сомнения. Говорят, что новый курс Рузвельта не сильно-то помог. Но что я хотел бы тут сказать? Вот та самая знаменитая Великая депрессия в США в 1930-е годы, она в значительной степени как раз и была обусловлена тем, что денежная масса, она была достаточно фиксирована. И на понижение совокупного спроса в экономике не смогли адекватно ответить увеличением количества денег в обращении. Вот если бы это сделали, то, скорее всего, норма прибыли на капитал бы не падала, не нужно было бы увольнять рабочих, поскольку, ну, если рабочим нельзя повысить, прошу прощения, понизить зарплату, их приходится увольнять, сокращать издержки таким образом. Вот. И знаменитый ученый Джон Мейнард Кейнс, английский экономист, ученый Джон Мейнард Кейнс, именем которого названа вот эта знаменитая теория кинсианства. Книгу он как раз написал в 30-е годы, она вышла, общая теория занятости, проценты и денег. Он там как раз и предложил эту идею, что, ребята, вот так называемые кризисы перепроизводства в капиталистической экономике, когда совокупного спроса не хватает, чтобы купить вот эту вот продукцию, произведенную, нужно решать через наращивание расходов. Причем эти расходы могут быть государственные, эти государственные расходы могут финансироваться за счет увеличения количества денег в обращении. То есть, по большому счету, Кейнс разрешил вот эту вот ситуацию, так называемых дефляционных шоков. Он сказал, чтобы дефляционных шоков не было, мы просто-напросто увеличиваем количество денег в обращении определенным темпом. И этот темп должен примерно соответствовать ожидаемому темпу роста реального физического выпуска. То есть, физический выпуск вырос на 30%. Чтобы этот дополнительный физический выпуск обслуживать, нужно общую денежную массу в стране тоже увеличить на эти самые, ну, примерно 30%. А еще лучше, чуть побольше. На всякий случай. Вот этот вот чуть побольше, это будет небольшая такая дельта, которая вызовет инфляцию. Ту самую инфляцию, о которой мы сегодня решили поговорить. Но вроде бы как достаточно умеренную. Но умеренную. То есть, если, например, ты прогнозируешь, что у тебя в следующем году реальный физический выпуск вырастет в экономике на 2%, то тебе разумно денежную массу в следующем году увеличить на 4%. Тогда у тебя будет что? 2% рост реального ВВП и 2% инфляция. В совокупности 4%, на который ты увеличил, так сказать, денежную массу. Такая история. Пока мы еще далеко не ушли от модели, скажем так, кейсианского купирования кризисов, я думаю, стоит еще раз ее пояснить нашим зрителям, может быть, чуть-чуть более простым языком. Вот у нас, условно говоря, есть экономика, которая столкнулась с кризисом перепроизводства. Начинается сокращение сдержек, люди теряют работу, соответственно, люди не могут что? Люди не могут приобретать, потому что у них нет зарплаты, и зачастую нету тех сбережений, которые могли бы позволить это отсутствие зарплаты компенсировать. Государство для того, чтобы перезапустить спрос, оно вбрасывает массово деньги в экономику, но, разумеется, не напрямую, а каким образом? Оно организует некие крупные проекты государственно финансируемые, лучше всего те, которые будут иметь долгосрочную отдачу, чтобы эта, скажем так, операция была выгодной не только в данном конкретном моменте для купирования кризиса, но и впоследствии могла дополнительно впрыскивать некие, так сказать, живительные соки в экономическую жизнь. Чаще всего это инфраструктурные проекты, то есть строительство дорог, мостов, каких-то других подобного рода вещей, которые будут служить еще многим поколениям. Под это дело государство либо распечатывает свою кубышку, если она у него есть, либо, собственно говоря, занимается наращиванием денежной массы. Деньги опосредованно идут через государственного заказчика к частным подрядчикам. Частный подрядчик нанимает новую рабочую силу, рабочая сила получает зарплату и деньги и вновь перезапускает спрос. Правильно я все обрисовал? Все правильно. Есть так называемое золотое правило монетариста, которое заключается в том, что, скажем так, в нормальной экономике, нормальная экономика – это значит та экономика, где ты не ожидаешь какого-то резкого изменения производства, ни вверх, ни вниз. Ну, то есть более-менее статичная экономика с точки зрения объема производства. Так вот, в этой самой нормальной экономике оптимальный темп роста денежной массы – это 4-6% в год. Вот 4-6% в год денежная масса растет и, соответственно, подстегивает рост реального выпуска. Соответственно, ВВП 2-4% в год. ВВП растет где-то процента на 2-3% в год, и еще на 2-3% в год растут цены. То есть та самая инфляция составляет умеренные 2-3% в год. Вот западные экономики последние несколько десятилетий неплохо справлялись, так сказать, с этой задачей. Имеется в виду экономические власти в западных странах неплохо справлялись с этой задачей. Если посмотреть, они действительно выполняли вот это золотое правило монетариста, держали темп роста денежной массы порядка 4-5-6% в год. Так вот, как раз мы переходим к следующей теме. Это если существует так называемое золотое правило монетариста, то что может произойти, из-за чего оно будет нарушено? Почему власти той или иной страны вдруг захотят по какой-то причине нарушить это правило и начать печатать деньги более быстрым темпом, чем, скажем так, нормальная вот эта вот монетарная история предлагает? Чем рост экономики и маленький штрих. Да, да. Ну, если посмотреть на всемирную экономическую историю, то чаще всего виноваты были бюджетные дефициты. То есть дефициты государственного бюджета. Когда они возникают, их, конечно же, сначала хочется покрыть займами. То есть у имущих классов, у имущих слоев населения взять немного денег взаймы. Они тоже будут не против эти имущие слои населения, потому что эти деньги государству, они дадут взаймы под определенный процент. И причем это считается безрисковой инвестицией. То есть государство, оно же вроде государства, но как оно может обмануть? То есть государственные бумаги ценные. Скажите, вероятность того, что государство обманет, и что государство рухнет, все-таки ниже, чем у частного контрагента. Заметно ниже, да. По этой причине бюджетные дефициты все-таки раньше, ну и сейчас, при прочих равных, стараются финансировать займами. Но бывает так, что займы никто не дает. То есть взаймы денег тому или иному государству могут просто не дать. По какой-то причине. Например, сбережений недостаточно в данной стране. Или, например, сбережений достаточно, но вот эти инвесторы не уверены, что нужно этому государству, правительству, давать взаймы, потому что, ну, как-то его экономическое положение выглядит не слишком хорошо. Например, капитал-то сейчас мобилен, они могут давать взаймы другой стране. Конечно. А той стране, которой не хочется давать взаймы, ну, у нее, например, большой государственный долг. Вот как в современной Америке, современных США. Он большой, действительно, государственный долг. Правда, еще не настолько большой, как он может быть. Я думаю, он вырастет заметно до того, как возникнет, так сказать, бегство инвесторов из этого долга. Хотя многие говорят, что уже наблюдаются определенные тенденции. Ну, например, вот этот большой государственный долг. Опять же, большой дефицит государственного бюджета. Когда он значительный, этот дефицит, часть дефицита можно профинансировать взаймами, но часть дефицита нельзя профинансировать взаймами. Ну, а значительный это примерно сколько, вот с вашей точки зрения, как экономиста-профессионала? Смотрите, вот макроэкономисты, когда дефицит государственного бюджета составляет порядка 2-3% от ВВП, вообще макроэкономисты любят все считать относительно валов внутреннего продукта соответствующей страны. И в процентах от ВВП все выражают. Ну вот, дефицит государственного бюджета 2-3% от ВВП. Нормально. Это, говорят, нормальный такой дефицит, который, в принципе, профинансировать взаймами при прочих равных не представляет большого труда. Ну, конечно, в ситуации, когда там общегосударственный долг. А что такое государственный долг? Государственный долг – это накопленные дефициты прошлых периодов, которые были профинансированы этими самыми займами. Так вот, 2-3% ВВП более-менее нормально. 4-6% ВВП – это уже такая желтая зона или даже где-то оранжевая. А вот там 7-8-10% и так далее процентов ВВП это считается уже такая красная зона, потому что, ну, слушайте, там действительно довольно трудно, даже если в стране достаточно значительные сбережения, довольно трудно рассчитывать, что вот эти сбережения активно пойдут на покупку этого самого государственного долга, на финансирование дефицита бюджета. Потому что вообще-то еще часть-то сбережений надо отправить на инвестиции в основной капитал. Ведь когда государство выходит на рынок займов, в любой стране государство выходит на рынок займов. Оно тем самым забирает часть сбережений, которые в противном случае могли бы пойти на финансирование инвестиций в основной капитал, в основные фонды, которые крайне важны для того, чтобы экономика в будущем росла. Так что в данном ключе высокий дефицит государственного бюджета может привести к тому, что придется этот дефицит профинансировать печатанием денег. Вот тем самым денежным станком, который безотказно работает. А сейчас, как мы выяснили, уже и станок-то не нужен денежный, потому что деньги электронные, и нажатие клавиши приводит к нужному результату. Что в этом случае происходит? Понимаете, старая песня из 90-х? Нажми на кнопку, получишь результат. Получишь результат, да, совершенно верно. Это, по-моему, была группа технология, так она называлась. Не знаю, они это имели в виду или какой-то другой результат, но с точки зрения денежной эмиссии именно так все и происходит. Так вот, и гиперинфляция, или, скажем так, высокая инфляция в фиатных валютах, в фиатных деньгах, в экономической истории наблюдалась как раз обычно в ситуации так называемой монетизации дефицита бюджета. То есть монетизация дефицита бюджета – это и есть финансирование этого дефицита или части этого дефицита денежной эмиссии. Ну что ж, посмотрим, что у нас, кстати говоря, в России в этом смысле происходит, потому что имеет смысл, наверное, привести некоторые данные, некоторые цифры из российской эмпирики, поскольку мы обсуждаем инфляцию в России. Так вот, у нас-то как раз в Российской Федерации дефицит государственного бюджета очень маленький, порядка 2% ВВП. Причем это был такой дефицит и в 23-м году, и в 22-м году. А в 21-м, по-моему, он был еще меньше, если я правильно помню, совсем как бы незначительный. Я так помню, что у нас в недавнем прошлом были даже профицитные бюджеты, что в нынешнем мире, в общем, скорее редкость. Профициты, да, в нынешнем мире это скорее редкость. Ну, нет, еще у Германии периодически бывали в недавнем прошлом профициты государственного бюджета. Так вот, в случае с Российской Федерацией, с таким незначительным дефицитом государственного бюджета, там порядка 2% ВВП, его монетизировать не надо. Зачем его монетизировать, когда ты легко можешь его профинансировать займами? У нас общий государственный долг, кстати говоря, тоже очень низкий по мировым меркам. Порядка 21% от ВВП. Ну, для примера, конечно, скажу, Соединенные Штаты Америки, это 122 или 123% от ВВП. Китай, это, по-моему, где-то сейчас 83% ВВП. Бразилия, по-моему, 87% ВВП. Индия где-то тоже в районе 80% ВВП. То есть мы очень хорошо выглядим по этому показателю, по показателю суммарного государственного долга. Он очень маленький. Соответственно, его можно спокойно наращивать, не пугаясь, не боясь его можно наращивать и финансировать эти дефициты бюджета заемными средствами. Хотя и даже это не обязательно, потому что есть фонд национального благосостояния, который сейчас составляет, насколько я помню, примерно 6,5% ВВП. То есть еще его можно использовать, по крайней мере, частично использовать для финансирования самого дефицита бюджета. Значит, монетизация дефицита не нужна. И у нас фундаментально вот этот канал для обесценения рубля, он закрыт. То есть имеется в виду, инфляция в рубле, инфляция в рубле не может быть обусловлена какими-то действиями в плане монетизации дефицита бюджета. И это очень хорошо, потому что те страны, где монетизация нужна, они попадают в такую жесткую ловушку, когда они ее реально проводят, и дальше получается либо высокая инфляция, либо гиперинфляция. Чем высокая инфляция отличается от гиперинфляции, я тоже скажу. Считается, высокая инфляция – это когда 10% в год и больше. Но если за три года цены выросли в два раза, то есть на 100% за три года в два раза на 100% выросли цены, это считается уже по методологии МВФ, насколько я помню, гиперинфляция. Это значит, в процентах годовых где-то 28% получается. 28% годовых. Считается, что при гиперинфляции работать с финансовыми инструментами и заниматься финансовыми спекуляциями гораздо выгоднее и интереснее, чем инвестировать в реальный сектор экономики. И чем она и опасна, так называемая гиперинфляция, она опасна тем, что все начинают хотеть стать банкирами или инвесторами, возглавлять инвесткомпанию. Помните 1990-е в России? 1990-е в России характеризовались тем, что реальный ВВП у нас тогда упал на 50%, ну, в половину примерно. Ну, не на 50, наверное, на 40. На 50% промышленное производство где-то рухнуло. Причем в разных отраслях по-разному. В некоторых и на 80, и на 90% оно рухнуло. Ну, так, скажем, к средней температуре по больнице, где-то, наверное, процентов 50. А банковский сектор процветал. Кто помнит 1990-е, все хотели стать банкирами. Банковский сектор процветал. Почему? Ну, потому что падение реального ВВП сопровождалось вот этой самой гиперинфляцией. И банкиры на финансовых спекуляциях зарабатывали ну, просто шоколадные деньги. Сейчас, по счастью, с бюджетом у нас все хорошо, с дефицитом государственного бюджета все нормально. И повторения, конечно же, такого быть не может. Поэтому, наверное, у вас сейчас объективно возникнет вопрос, собственно, а все-таки инфляция-то в России есть, а почему тогда она, да? Ну, безусловно. Кроме того, ну, опять-таки, я думаю, что мы с вами там отчасти, наверное, понимаем разницу, но у очень многих наших зрителей может возникнуть в первую очередь вопрос к той конкретике ценовой, которую они наблюдают, допустим, в продуктовых магазинах, где инфляция может быть весьма заметной буквально на протяжении нескольких месяцев. Она есть. Потому что есть еще второй канал увеличения денежной массы в обращении. Этот самый второй канал тоже может работать. И в случае Российской Федерации он как раз и работает. Это увеличение, скажем так, резервов банковской системы и кредитная экспансия банковской системы. Объяснять, наверное, в деталях, как это работает, прямо сейчас я не буду. Это все-таки часть курса по макроэкономике, где требуется определенная концентрация. Просто скажу так, что при прочих равных условиях центральный банк, центральный банк страны может увеличивать общий уровень резервов в системе коммерческих банков соответствующей страны. А те уже через эффект денежного мультипликатора, есть и такой, эффект денежного мультипликатора, они увеличивают общую денежную массу в стране. И вот я посмотрел на сайте Центрального банка России как раз показатели по денежной массе. Ну, мы используем обычные показатели по денежному агрегату М2. Там денежная масса измеряется несколькими агрегатами. Ну, просто вот, может, зрители запомнят, что лучше всего смотреть на денежный агрегат М2. Это если они захотят, например, залезть на сайт Центрального банка России и будут что-то там искать. Вот есть там такая статистика. Ну, кстати, а, в принципе, с вашей точки зрения, есть ли в этом смысл? Насколько он как-то удачно, удобно организован для человека, который не является профессиональным экономистом? Знаете, ну, если человек прошел какой-то базовый курс по макроэкономике, например, в университете, и его запомнил, такое тоже бывает. Вообще-то редко. Вот я заметил, многие прошли базовый курс по макроэкономике, потом его забыли благополучно, потому что экзамены сданы, а, как это, поговорка такая студенту, от сессии до сессии живется очень весело. Вот, поэтому... Ну, тогда это можно сказать не только про макроэкономику, а, в принципе, практически про любую учебную... Да, наверное, про сопромат и про теоретическую механику и про теорию электромагнитного поля. Ну, что ж, на самом деле, как бы посмотреть на темпы прироста денежной массы, пожалуй, имеет смысл, потому что ты тогда начинаешь понимать, какая в стране может быть настоящая инфляция. Ну, и все дело в том, что во всех странах, когда измеряют инфляцию, ее измеряют как? Смотрят на какую-то потребительскую корзину и через год на нее же смотрят, эту потребительскую корзину, смотрят, насколько она подорожала за год. Но за этот год в потребительской корзине же можно произвести небольшие изменения. Там, убрать какие-то товары и услуги, которые сильно вздорожали и портят картину. Ну, зачем портить картину? Это называется ребалансировка потребительской корзины. А вот те товары и услуги, которые вздорожали в меньшей степени или даже подешевели вдруг, ты их долю увеличиваешь. Говоришь, а вот люди перестали есть говядину, потому что она дорогая, и стали есть курицу. Ну, это самый такой типичный пример. Поэтому во всех странах, в Соединенных Штатах Америки тоже, и, в общем-то, и в Еврозоне, и где бы то ни было, и у нас, ну, все, когда смотрят на статистику по официальной инфляции, все так как-то качают головой, говорят, ну, что-то как-то маловато. Ну, оно, конечно, маловато, потому что есть такая история, как определенные изменения в потребительской корзине, по которой эта инфляция считается. Но если ты посмотришь на темп прироста денежной массы за предыдущий год, то ты начинаешь понимать, что в следующем году а темп прироста денежной массы на ценах сказывается с определенным лагом. Лаг может быть там 3 квартала или даже 6 кварталов. Ну, то есть от 9 месяцев до 18 месяцев. То есть если в прошлом году денежная масса выросла на 20%, например, как у нас в России. В прошлом, в 2023 году денежная масса выросла на 20%. Это по данным Центрального банка России. Можно вполне ожидать, что в текущем 2024 году инфляция составит, ну, примерно такую же величину, правда, немножко поменьше, потому что часть вот этого избыточного денежного предложения будет съедена ростом реального выпуска. У нас все-таки ВВП растет. По прошлому году, там, по-моему, в районе 3,5% выросла внутренний продукт, реальный ВВП. И в 2024 году реальный ВВП тоже вырастет. Вот этот вот рост частично абсорбирует избыточную денежную массу. Но не всю, а только ее небольшую часть. Остальное как раз и приведет к вот этой самой инфляции, которую мы с вами наблюдаем. И я посмотрел, например, есть такое независимое агентство, называется Ромир. Ну, вот есть у нас в России функционирует этот самый Ромир как независимый исследовательский холдинг. По-моему, так они себя называют. Я посмотрел их оценки инфляции в России по потребительской корзине. Они называют это FMCG, Fast Moving Consumer Boots, ну, то есть товары повседневного спроса. Ну, вот цифры получаются такие же, как у меня, получается, исходя из вот этого вот расчета, который я только что привел, исходя из монетарного правила. То есть в районе 20, там где-то с небольшим, там 20 плюс-минус процентов инфляции. Вот, то есть есть она, да, действительно, и она в районе где-то 20 процентов, получается, это люди примерно так, если поспрашивать, те, кто ходит в магазины, те, кто покупает товары и услуги, примерно вот люди склоняются к мнению, что, ну, где-то вот так за год в среднем, в среднем за год цены повысились. На что-то выше, на что-то меньше. Но инфляция есть. Ну, и при этом есть ощущение, что все-таки у большинства зарплаты на 20 процентов в год не повысились. Знаете, у большинства, наверное, нет, но у некоторых повысились, потому что... У некоторых они, наверное, и больше, чем на 20 процентов повысились. Ну, я не беру там олигархов или там топ-менеджеров компаний, у них-то все нормально, понятное дело. Но в целом, в силу того, что сейчас, как ни странно, растущая российская экономика сталкивается с дефицитом кадров, этот дефицит кадров приводит к тому, что зарплата растет у некоторых, так сказать, групп специалистов. Ну, например, квалифицированных рабочих сейчас днем с огнем не сыщешь. Вот именно качественных, квалифицированных рабочих, которые понимают, как устроен, условно говоря, пылесос, ну, какая-то сложная техника. Экономистов, юристов полно. Вот я перед вами сижу, да, я экономист. Могу на эту тему рассуждать. А пылесос отремонтировать я, наверное, постерегся бы. Так вот, и трактор тоже. А нужны люди, которые трактор будут ремонтировать, дорожную технику и так далее? Самолеты надо делать. Тоже, чтобы самолеты делать, экономист не подойдет. Ну, ладно, важно, наверное, понять, какая инфляция в России будет дальше и что делать с этими самыми рублевыми сбережениями. Ну, коль скоро мы такую тему огласили. Инфляция, знаете, по всей видимости, она замедлится. Я просто посмотрел, вот 21 июля прошлого года, 23-го года, Центральный банк России наконец-то занялся борьбой с инфляцией посредством ужесточения монетарной политики. То есть повышение так называемой ключевой ставки. Ну, есть такая ключевая процентная ставка. Вот ее начали постепенно повышать с июля прошлого года. Ну, тоже несколько последних заседаний вроде держат на одном уровне. Ее держат на уровне 16% годовых. И не снижают. Ну, и правильно, поскольку еще рано. Так вот, я посмотрел на парочку индикаторов. Есть такой индикатор денежная база, на которой потом формируется денежная масса, которая приводит к росту цен в экономике. Так вот, этот индикатор денежная база, он уже пошел вниз. Ну, так, с колебаниями чуть-чуть вверх-вниз, вверх-вниз. Но где-то с 1 августа прошлого года по 1 марта текущего года я увидел уже снижение денежной базы в России примерно на 2%. То есть здесь вниз график уже загнулся. Денежная масса пока продолжает расти. Но это в силу того, что существует определенный временной лаг между денежной базой и денежной массой. Как бы понятно дело, что к концу года темпы инфляции будут ниже. Но, скажем так, людям нужно понять, каким образом свои рублевые сбережения, каким образом их размещать, эти самые рублевые сбережения, чтобы, ну, как я понимаю, при прочих равных условиях победить эту самую инфляцию. Ну, или как минимум ей не проиграть. Как минимум ей не проиграть, да. Ну, что приходит в первую очередь в голову? Банковские вклады. Правильно. Банковские вклады. Я вижу, что сейчас хорошие проценты по банковским вкладам. Ну, правда, если брать за основу ту инфляцию, которую посчитал тот же Рамир, ну, или инфляцию, которую мы рассчитываем, исходя из вот этой вот монетарной формулы, и мы предполагаем, что все-таки действительно инфляция где-то в районе 20% годовых, то, конечно же, там ставка 15% немного... Все равно несколько... Немного не это. Но, с другой стороны, если там найти какой-то банковский вклад, где там дадут, допустим, те же 15% годовых, и будет фиксированный контракт, что вот они не снижают эту ставку на протяжении длительного периода времени. Инфляция уже уйдет вниз, и там снизится до 10, допустим, 12% через год где-то примерно. А процентная ставка будет такая же хорошая, там, в районе 15, допустим. Ну, мы примерно и так цифры такие обсуждаем. Ну, они вполне, мне кажется, такие распространенные цифры. Ну, да. Тогда, инвестировав деньги в такого рода банковский депозит, банковский вклад с такой процентной ставкой, которая вот у тебя фиксирована, ты, в принципе, инфляцию победишь, просто потому что в будущем инфляция, рублевая инфляция снизится. Ну, конечно же, это не сверхдоходы, то есть олигархом не станешь на таких инвестициях. Ну, это фактически, как раньше это и называлось, это скорее сберегательная касса, то есть не потерять, а не приобрести. Да, это сберегательная касса. Если же, конечно, хочется поиграть, скажем так, что-то более серьезное, то дальше люди идут на... Микротрейдинг. Знаете, нет, микротрейдинг – это уже для, так сказать, изысканных господ или тех, кто хочет стать господами, наверное, им вот этот микротрейдинг подойдет. Опять же, здесь нужна определенная степень изысканного, так сказать, подхода к вопросу. А вообще-то... Я, кстати, не люблю этот микротрейдинг и вообще трейдинг, потому что он отвлекает очень много времени, а с точки зрения того, чтобы на этом заработать, есть большие вопросы, поскольку, там, у меня есть знакомые, которые этим занимаются в один день успешно, а в следующий день безуспешно, а в третий день вообще неуспешно. То есть там часто выигрыш в один день компенсируется проигрышем в другой день. Так что там, опять же, не для всех эта история. Я ее, честно говоря, не особенно люблю, но для, скажем так, нормального человека куда еще можно пойти со своими рублевыми сбережениями? Следующее... Если их достаточно, то в недвижимость. Если их совсем достаточно, то в недвижимость. А если их, скажем так, не вполне достаточно, чтобы купить даже маленькую квартиру где-то, потому что, да, недвижимость, земля или там квартира, или дом, ну, как бы пройдут года, пройдут эпохи, может там уже смениться много чего, и валюта поменяется, как у нас там были советские рубли, сейчас российские рубли, да, а недвижимость, там, Сталинки, они сейчас в очень большой цене. Но если есть достаточно денег, скажем так, на Сталинку или там на какую-то другую недвижимость, отлично, переживешь. Это, опять же, замечательная фраза из нашего советского фильма «Храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, у вас есть». Ну, понятно, что все советы, они, наверное, разделяются по категориям тех финансовых ресурсов, которыми человек может располагать. Конечно. Если на какую-то значительную недвижимость денег, скажем так, не хватает, то следующая ступень – это уже рынок ценных бумаг. Тот самый рынок ценных бумаг, который состоит из облигаций и акций. Ну, вот облигации – это что-то похожее на банковские вклады. Правда, это ценная бумага, обычно торгуемая на вторичном рынке, то есть эту ценную бумагу можно купить, можно продать. В период владения этой ценной бумагой можно с нее еще получить купон. То есть довольно приятная такая история. И уже ты как бы так начинаешь разбираться в рынке, потому что ты уже следишь за ценой облигации. Облигации могут быть государственные, могут быть корпоративные. И я вот, например, при прочих равных, в Российской Федерации предпочитаю корпоративные облигации, то есть облигации, которые выпускают частые компании. Ну, или государственные компании. Они все равно, эти облигации называются корпоративные. Облигации, правда, компании должны быть крупные. Скажем так, первоклассные российские компании, вот крупные российские компании, если выпускают облигации... А все ли они их выпускают? Кто выпускает? Выпускают все, практически. Ну, имеется в виду, если посмотреть, просто имена называть вроде говорят неправильно, потому что будет воспринято как реклама. Нет, ну, по крайней мере, практически все выпускают. Если топ российских компаний взять, то, конечно же, они выпускают облигации. И их можно свободно приобрести в любом журнале. Да, их можно, установив приложение на свой смартфон, установив приложение какого-нибудь крупного российского банка, инвестиционное приложение, не то, которое просто деньги перебрасываешь друг к другу, а вот именно инвестиционное приложение, позволяет тебе на российском рынке цен на бумаг спокойно работать. Ты можешь эти облигации выбрать. И для этого не нужна какая-то квалифицированная электронная подпись, вот какие-то такого плана вещи? Нет, насколько... Меня ничего никто не просил, хотя у меня есть такие приложения на смартфоне. Все делается очень просто. Вот. С облигациями какая история? Там действительно ты можешь их купить, подержать какое-то время, за время держания тебе заплатят еще купон, потом ты на вторичном рынке эту самую облигацию продаешь. Отличная идея. Ну, тут как бы где есть какие риски. Там, если что-то случается, например, какая-нибудь геополитическая ситуация обостряется, то на вторичном рынке облигации может произойти такой значительный провал цен. И ты тогда, купив ее по высокой цене, и получай купоны, все отлично, да, но захотев продать, вдруг увидишь, что цена ниже. И тогда продавать с убытком как-то не захочется. Тогда надо сидеть до погашения. До погашения. А погашение может быть через 10 лет. И тебе не хочется 10 лет ждать погашения. Поэтому если не хочется ждать погашения долго, то надо брать короткие облигации. Есть облигации с погашением через год, там, полтора-два и так далее. То есть просто надо смотреть. Тогда ты просто досидишь до погашения бумаги, даже если у тебя на вторичном рынке произойдет провал цен из-за каких-то там проблем в экономике. Вот. И все это время будешь получать купоны и будешь, в общем-то, в нормальной ситуации. То есть заработаешь, в принципе, денег, пожалуй, даже побольше, чем по вкладу. То есть чем по банковскому вкладу. Побольше. Вот. Ну и, соответственно, побольше инфляции. Нет, инфляция в данном случае, она как бы детерминирована уже, скажем так, денежно-кредитной политике предшествующих лет. То есть там денежная масса росла определенным темпом в предшествующие годы. Вот инфляция уже этим, как ни крути, детерминирована. Ты тут особо ничего не сделаешь. Но чтобы ее победить, чтобы процентный доход был выше, чем инфляция, в данном случае, скажем так, облигации, будь то государственные или корпоративные, и, на мой взгляд, лучше даже может быть. Это, опять же, мой взгляд, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Сразу дисклеймер, так сказать, произношу, что каждый должен со своим собственным финансовым советником советоваться и разбираться, что ему подходит под... ему или ей подходит под риск-профиль соответствующего физического лица. Там еще надо посмотреть, какой у человека риск-профиль. То есть склонность к риску тебя еще проанкетируют. Ну, в нормальной компании тебе дадут анкету. Эту анкету заполнишь, по этой анкете определяют твой риск-профиль, насколько ты рисковый человек. Если высокорисковый человек, тогда тебе будут одни ценные бумаги продавать. Это нормальная компания. Если низкорисковый человек, тебе будут другие ценные бумаги продавать с низким риском. Ну, опять же, по идее, как я понимаю, чем ниже риск, тем ниже доход. Конечно, конечно. Чем ниже риск, тем, при прочих равных условиях, ниже доходность. А тебе же хочется высокую доходность, хочется победить инфляцию. Поэтому следующая ступень – это акции. Рынок акций. Ну, нам, резидентам Российской Федерации, доступны российские акции, российские акции, которые обращаются здесь, в Москве, на бирже. И, конечно, здесь интересная тема. С точки зрения доходности тема гораздо более интересная, чем с облигацией. Поскольку курсовая стоимость акции на вторичном рынке, это самая курсовая стоимость акции, она может расти. В принципе, ничем этот рост не ограничен. Ибо если у компании хорошие перспективы, будущие прибыли у нее хорошие, ну, ожидания будущих прибыли хорошие, у компании прекрасные перспективы, то, что, собственно, бы акциям этой самой компании на бирже в цене не расти. Они будут расти. И здесь ты просто заработаешь на росте курсовой стоимости. Плюс еще получишь дивиденды. Потому что это такая приятная штука. Ну, дивиденд – это не купон. Купон, он все-таки фиксированный. Ну, там, по облигациям купон, он фиксированный. Дивиденд по акциям, он не фиксированный. Могут заплатить, могут не заплатить. Но это производная от общего дохода компании. Конечно, производная от чистой прибыли, которую компания заработала. Компания заработала чистую прибыль, нормальную, дивиденд акционерам заплатит. Вот. А бывает, что не заплатит. Но почему она может не заплатить? Не потому что там денег нет. Хотя такое тоже бывает. А просто потому, что компания решила эту свою заработанную чистую прибыль реинвестировать обратно в бизнес. И тогда она дивиденды не платит. Но рынок это знает, рынок же это видит и знает, курсовая стоимость акций этой компании просто начинает лететь вверх семимильными шагами. Потому что это значит, что они вбрасывают дополнительные резервы в то, чтобы интенсифицировать собственное производство. Конечно, они что-то на эти деньги сделают. Купят, приобретут новые основные фонды, проведут какой-то ребрендинг, я не знаю, маркетинговую компанию, новый продукт создадут, придумают и будут расширять свою долю рынка, увеличивать выручку, объем продаж и, соответственно, и объем этой самой чистой прибыли компании, которая по определению принадлежит этим самым акционерам. Как крупным, так и маленьким, которые на этой бирже через смартфон что-то там купили. Вот. Здесь, конечно, да, это более рисковый продукт, чем облигации. Именно акции более рисковый продукт, чем облигации. То есть ты тут будешь следить за графиком, который будет иногда вот так вот ходить вверх-вниз, и тебя, когда он будет идти вверх, ты будешь чувствовать себя победителем, когда вниз ты будешь чувствовать себя проигравшим, и сразу захочешь продать акции. Вот этого, на мой взгляд, делать не надо. Ну, пошли они временно вниз. Временно вниз. Просто надо быть несколько более выдержанным и оперировать несколько большими промежутками времени, чем там сутки-трое. Однозначно. И, в принципе, разумно так, что какой-нибудь хороший финансовый советник, чтобы сделал человеку такой диверсифицированный портфель активов, как говорят. То есть взял в этот портфель активов какие-то акции, какие-то облигации, может, еще какие-то инструменты, такие желательно не слишком рисковые. Вот. И вот сделали тебе, скажем так, хороший диверсифицированный портфель активов. Сделали, и не трогай его. Посмотри на него через год. Через год тебе будет приятно. Ну, обычно, если каких-то совсем уж форс-мажоров не происходит, там, они происходят. Но если они произошли через два года, посмотри. Есть варианты обогнать инфляцию. Есть варианты обогнать инфляцию. Ну, и помимо акций... В качестве ремарки, как я понимаю, шанс однозначно не обогнать инфляцию, это хранить деньги в не каких-то ценных бумагах, не в банке, а просто там, грубо говоря, под матрасом. Вот тогда инфляции ты проиграешь точно. Ну, видите ли, в чем дело. В так называемые святые 90-е, или лихие 90-е, как мы их, наверное, правильнее называем, лихие 90-е, народ хранил под матрасом пачки, ну, не рублей, а долларов. Потому что в те далекие времена доллар США или дочь марка, а потом евро, вроде как это была стабильная валюта. И курс соответствующих валют против рубля постоянно рос. Соответственно, там, ну, рубль, да, обесценивался, но твои доллары под подушкой не обесценивались. Вот. Сейчас ситуация несколько иная в силу того, что Соединенные Штаты Америки, как ни крути, вошли в довольно серьезный фискальный кризис, ну, в течение последних лет, по факту, они вошли в этот серьезный фискальный кризис. Скажем так, долгосрочная и даже среднесрочная стабильность доллара США у многих экономистов и финансистов вызывает вопросы. Вопросы вызывает. Поэтому на данном историческом этапе хранить под матрасом или под подушкой эти самые доллары США, это может быть тоже уже, как это сказать, некая тактика или стратегия, не соответствующая остроте момента. Поэтому в данной ситуации что можно сказать? Страховаться, по всей видимости, надо не только от рублевой инфляции, но желательно еще страховаться и от инфляции в так называемых твердых валютах, в том же долларе США. Там тоже есть инфляция. Она тоже, кстати говоря, официальная, низкая. А если посмотреть, что пишет там сайт shadowstats.com, она высокая. И говорят, что дальше она будет еще выше, потому что, ну, бюджетный дефицит, как ни крути, в Штатах придется покрывать, по всей видимости, денежные эмиссии в скором времени. А бюджетный дефицит у них большой, не такой, как у нас. У нас 2% ВВП. А у них там, ну, в эпоху вообще было 14% ВВП. Сейчас в районе 7-8% ВВП. Там Международный валютный фонд прогнозирует его на уровне 7-8% ВВП на ближайшие, там, года 4. Вот. У них большой бюджетный дефицит. Соответственно, есть шанс на его монетизацию, высокий шанс. У нас в этом смысле с бюджетом все гораздо лучше. Но что еще может застраховать как от рублевой инфляции, так и от долларовой инфляции? Ну, вот вложения в какие-то, вот как мы отметили, там, недвижимость, да? Земля, здание, сооружение. Можно вспомнить то же самое золото, которое теперь вполне могут у нас покупать физические лица в любых интересующих их объемах. Я как раз и хотел к этой теме обратиться. Вы совершенно правильно отметили, что можно поговорить про те самые драгоценные металлы, к которым когда-то давно, много веков назад, были привязаны денежные единицы во всех странах. Ну, там, или к золоту, или к серебру они были привязаны. Ну, в общем, старались как-то обеспечить тогда деньги этими металлами. Вот об этих металлах стоит поговорить. То есть и о золоте, и о серебре. Серебро иногда еще называют золото для бедных. Почему-то. Ну, оно действительно дешевле. В расчете на тройскую унцию, там, сейчас тройская унция золота стоит сегодня, насколько я помню, где-то 2200 долларов. А тройская унция серебра сегодня где-то, если я правильно помню, стоит в районе 24 долларов. То есть разница есть, да? Ну, собственно, почти тысяча кратная уже. Но смотрите, что тут, как бы, не надо же слитки покупать. То есть брать слитки, и эти слитки, ну, если ты купил где-то слитки, а купил слитки ты обычно в каком-то банке, то банк тебе скажет, ты этот слиток, если вынесешь из банка и обратно внесешь, то дальше ты нам его отдашь на экспертизу, которая будет стоить очень дорого, и съест стоимость этого слитка в значительности. И слитки тогда имеет смысл, наверное, хранить в самом банке сразу. И платить банку за хранение этих слиток, которые ты в банке купил. Мне очень сложно себе представить человека, который может себе позволить приобрести золотые слитки, и при том будет их хранить где-нибудь на балконе или в погребе. Ну, надо зарывать тогда уже, как пираты, клад где-то там. Вот. Правда, сейчас старатели с металлоискателями ходят там. Ну, если только на своем же огороженном участке зарык, тогда никакие старатели не найдут. Точно залезут, перелезут через забор. Поэтому такими глупостями сейчас уже никто не занимается. Ну, в смысле... Надо, как в золотом теленке. Гири, шура, они золотые, видите? О, да. Ну, кстати, они тогда оказались не золотыми, насколько я помню, в этом самом золотом теленке. Эти гири были распилены, да, но оказалось, что они не золотые. Так вот, существуют там другие инструменты, другие инструменты инвестиций в золото. Ну, все, наверное, знают так называемые металлические счета. В крупных банках можно открыть металлический счет на то же золото или серебро или другие драгоценные металлы и ждать роста курсовой стоимости. Тут какая проблема, что банки обычно назначают цену покупки и цену продажи. И между ними есть вот этот так называемый спред, который может быть 10%, чуть ли не 15%. Ну, по-разному. Надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно. Какая проблема, примерно то же самое, что, условно говоря, в обменнике обмена валюты. Да, это то же самое. Ну, в обменнике спред такой все-таки большой. Обычно не назначают. Там поменьше спред. А в работе с драгоценными металлами он довольно большой. Спред. Соответственно, там ты купил, там золото через металлический счет и продавать его надо, если в моменте, то ты его продашь, значит, дешевле. Поэтому есть так называемые, есть альтернатива вложениям золота. Это так называемые биржевые фонды. Или по-английски exchange traded funds, ETF сокращенно по-английски. По-русски биржевые фонды, когда ты, собственно, покупаешь на бирже пай, ну, через приложение в смартфоне, на бирже покупаешь пай этого биржевого фонда, и этот пай биржевого фонда обеспечен физическим золотом, которое хранится в Российской Федерации где-то там в закромах, в подвалах, скажем так, в хранилищах крупнейших банков, например. И цена в данном случае, она определяется сейчас в Лондоне на это золото. Ну, пока, по крайней мере, цена в долларах. Цена в долларах на золото. Соответственно, если курс доллара против рубля растет, даже если золото не двигается, у тебя в рублях уже получается рост капитала. А если еще и золото против доллара пойдет вверх, то у тебя получается прирост капитала в рублях очень хороший. То есть ты обгоняешь тогда и американскую инфляцию, и российскую инфляцию. Всех-всех ты обгоняешь. И здесь, в принципе, может быть даже риск таких инвестиций может быть даже ниже, чем риск инвестиций в акции. Потому что акция там, надо смотреть внимательно на компанию, зарабатывать ли она прибыль, какие у нее перспективы. А здесь ты знаешь, что ты фактически купил пай, обеспеченный слитками. Просто слитки не у тебя в огороде хранятся, а слитки хранятся в хранилищах соответствующих. Ну, этот пай очень быстро можно продать на бирже. Там комиссия небольшая, соответственно, ты можешь ее купить. Деньги понадобились, ты можешь этот пай продать. И тоже вариант, который позволяет эту самую инфляцию обогнать. То есть вот, в принципе, четыре варианта мы обсудили. То есть это банковские вклады, облигации, акции, ну и, собственно, инвестиции в драгоценные металы. Все это, в принципе, работает. Это зависит, конечно, от склонности данного индивидуума к риску. Я думаю, можно добавить еще один вариант, ну или таки полварианта. Это разумные вложения в самого себя. То есть, условно говоря, повышение, собственно, уровня квалификации и образования. Разумные организации быта и особенно того, что касается здоровья, чтобы в дальнейшем не потребовались некие экстренные, чрезвычайные расходы такого плана. То есть если у вас есть деньги, их, наверное, не следует транжирить, но тратить их на себя иногда бывает вполне разумно. Отличная идея. Отличная идея. Но еще лучше, если бы тебе за образование кто-нибудь заплатил. Ну, это само собой. Имеется в виду получить какой-нибудь грант. И тогда ты за этот грант получишь еще хорошее образование. Вот, опять же, наше поколение, которое взрослело в 1990-е годы, мы все тогда ринулись в экономику, финансы, юриспруденцию, потому что это было в воздухе. Мы все прямо хотели этого, потому что казалось, что вот оно, настоящая профессия, где делают деньги. Потом в нулевые годы молодежь ринулась в айти, айтишники. Это, кстати, было даже, наверное, более разумно, чем прыгать в экономику финансов в 90-е, потому что айти-индустрия на данном историческом этапе везде развивается просто семимильными шагами. У нас тоже. Следовательно, емкость рынка труда пока еще достаточна, чтобы их все вместить. Но, вот как я понял, инженеры сейчас в дефиците. То есть вообще люди... Вот, знаете, китайская экономика, которая растет не на нефти и газе, китайская экономика растет на производстве продукции высоких переделов. То есть машиностроение, химия, что только они не делают. Ну, в принципе, все то же самое, что делает, точнее, делала, наверное, уже Европа, потому что Европа, ну, как ни крути, там наблюдается процесс деиндустриализации в Европе. А в Китайской Народной Республике, в частности, и в Азии в целом, продолжается процесс такой форсированной индустриализации. Они делают, производят продукцию высоких переделов. Вот. И чтобы эту продукцию производить, им нужны вот эти самые высококвалифицированные ученые в естественных технических науках и высококвалифицированные инженеры. Мне говорили, что в Китайской Народной Республике, там, в инженерные вузы, конкурс, по-моему, где-то около 300 человек на место. А у нас, по-моему, такой конкурс можно разве что в ГИТИС или в ГИК, если я правильно помню, найти. И то, наверное, у нас поменьше. Ну, собственно, как я понимаю, вот в свое время, правда, данные уже там достаточно старые, еще в середине десятых, но даже в ГИМО был конкурс меньше. Ну, конечно, в ГИМО конкурс меньше. Соответственно, вот эти профессии, это тема. Это, по всей видимости, то, что будет работать в ближайшие годы, а, возможно, даже десятилетия, вот эти профессии, связанные с какими-то техническими специальностями. Ну, посмотрим. Вот сюда можно, в принципе, да, инвестировать, как бы, что называется, в свой человеческий капитал. По-моему, называется в экономической науке человеческий капитал. Человеческий капитал. В него можно тоже инвестировать. Ну что ж, я думаю, что на этой ноте неплохо будет нам сегодня завершить. Мне кажется, хорошая у нас была содержательная беседа. Спасибо большое вам. Спасибо большое нашим зрителям за внимание. Спасибо. Всего вам доброго. До новых встреч. Друзья, рад сообщить, что теперь мои книги можно будет читать не только в бумажном виде, но и в электронном эксклюзивно на платформе delip.ru. Приятного чтения!